Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Муж сильно напился, был в клубе, где-то гулял до утра, пришёл грязный, побитый, упал на самокат. В клубе сказали, уехал с кем-то, с кем он был, и как оказалось, на другом конце города, не помнит, как утром сел в автобус, не помнит, помнит лишь то, как он же проснулся в автобус, и как до этого пил в клубе. А остальные, примечательный времени, не помнит. Ранжин вёл такой же образ жизни, выпивки девки клуба. Что же, здесь можно сказать, что ваш муж зависим. Ваш муж зависим от алкоголя, очевидно, и, соответственно, это проблема. Поскольку он является зависимым, то вы являетесь созависимым партнёром. Вам необходимо изучить тему созависимости и работать именно с ней. Тема достаточно обширная, изучите, я думаю, вы увидите, по каким основным моментам вам нужна психотерапия. Потом мы с ним поженились, и я ни в чём его не ограничиваю. Есть довольно интересный момент, вы пишите, что мы поженились. Кто мы? Ну, то есть, понятно, что вы его, но... Каков ваш вклад в то, что вы поженились? То есть, вы выбрали мужчину сознательно. Вы сознательно как-то согласились на то, что он ведёт такой образ жизни. Или вы думали, ожидали, надеялись, что он изменится. Если так, я боюсь, что это не про любовь. Это про веру в то, что вы можете его изменить. А это не так. Люди не меняются, только если сами этого не хотят. Далее, я ни в чём его не ограничиваю, а должны. То есть, как это работает. Здесь либо вам хочется его ограничить, но вы себя сдерживаете. И нужно смотреть, из какого чувства вы хотели бы его ограничить. Либо здесь история про то, что вы его всё-таки ограничиваете. Вот, но закрывайте на это глаза. Дома всё хорошо, сами тоже ходили раньше, отдыхали. Но сейчас появился ребёнок. Не сказать, что всё прямо ушло в рутина. Нет, мы также можем сесть, выпить, потанцевать дома и поговорить. Конечно, в последнее время он стал уходить, когда выпьет, ему нужно погадаться на санагате или ещё что-то. А вот этот крайний раз ушёл в клуб. Потратил все наши деньги, неизвестно кто был. Пришёл ещё пьяный и просил закодировать его. Довольно большое предложение. Есть ощущение, что у нас достаточно сильно нервное переживание. Ну вот, то есть, вам бы сначала его бы прожить, чтобы оно вас немножко отпустило. А там дальше уже можно будет смотреть, в какую сторону работать. Вот. А значит, что вы пишете? Дома всё хорошо. Опять же, что это значит дома? И что это значит всё хорошо? То есть, ну, непонятно. Да? Всё хорошо, это когда оба партнёра находятся в гармонии с собой. Ну вот. То есть, как бы, ваш муж явно не тот человек, который находится в гармонии с собой. Соответственно, скорее всего, здесь речь идет о том, что вы пытаетесь эту гармонию поддерживать. Но это вот именно что, такая родительская позиция. Мы можем съесть, выпить, потанцевать дома и поговорить. Пишите вы. Окей, хорошо, что вы можете это сделать. Но вопрос мой заключается в том, делаете ли вы это, потому что вам это нравится, или делаете ли вы это, чтобы контролировать своего мужа. Я должен это спросить. Спросить. Дальше. Последнее время. Так. Но сейчас появился ребенок. Не сказать, что всё прямо ушло в рутину. Вот вы пишете про ребенка. Да? Как вы пришли к ребенку? То есть, как бы, ну, как? Какое значение ребенок для вас имеет? Какое значение для мужа имеет? Вот. Дальше. Последнее время стал уходить. Когда выпьет, ему нужно покататься на замокате, или еще что-то. Последнее время. Что изменилось? Что изменилось? Ну, очевидно, что что-то изменилось. Вопрос заключается в том, что именно. Дальше. Так. Крайний раз зашел в клуб, потратил все наши деньги, неизвестно где был. Да? То есть, опять же, что значит наши деньги? То есть, как бы, как у мужа, тем более, с некоторыми нюансами, оказались все ваши деньги. Это ваши отношения к деньгам. Да? Вот. Неизвестно где был, а почему должно быть известно где был? Пришел еще пьяный, пришел закодировать его, но мы это тоже проходили, уже не раз говорил закодировать. Мы, ключевой момент мы, то есть, нет разграничения между вами и имеет место быть слияние. Вот в созависимости слияние это обычное дело. Не раз говорил закодируется, проходит два дня, уже не против и пива выпьет. Это алкоголизм, соответственно, это болезнь, это вот, опять же, вы своим созависимым поведением подталкиваете его к этому. Вам нужно изучить еще раз созависимость для того, чтобы понять, как это работает. Суть в том, что я уже неделю не могу привести мысли в порядок, когда с ним с кем-то был. Это ваша неуверенность в себе, заниженная самооценка, которая связана с тем, что, опять же, вы находитесь в созависимости. В созависимости человек приносит себя в жертву, человек жертвует с собой ради партнера. Отсюда вот эта вот претензия, что я для тебя все, я была с собой, как ты мог, вот это все. Это про жертву. И это исключительно ваша проблема. То есть, это ваш выбор, во-первых, так себя вести. Ну вот, это ваша стратегия, чтобы получить преданность человека, то есть, защитить себя от разрыва, что подтверждает то, что вы пишете про желание сохранить семью. Это про желание сохранить защищенность, удержать ее. Ну вот. А когда это не работает, вот появляются такие мысли. Я все чаще думаю об этом, ничего не могу с ним поделать. Да, потому что вас это задевает, потому что появляются обиды, потому что появляются негативы, злость и так далее. Только корень здесь в том, что вы именно приносите себя в жертву мужа. Ну вот. Эта обида стоит за его поведение, почему он так со мной поступает. А поступает он с вами так именно потому, что вы жертвуете собой ради него. Раздаст чувство вины, а чувство вины человек хочет уйти, уходит в такое поведение и, соответственно, все. То есть, эта попытка подграничит себя от вас. А вы сами, спрашивая, почему он так со мной поступает и обижаясь, демонстрируете как раз таки бег с его личной ответственностью. Потому что не вы управляете своей жизнью, а он. Я всегда с ним была и в безденежной, и в трудной минуте, никогда не просила ни подарка, ни цветы, всегда входила в положение. Но вот здесь несложно увидеть, что вы на самом-то деле всего этого бы хотели, просто вы приносили себя в жертву. И вот эта вот подавленная цена сейчас дает о себе знать. То есть, если бы не поведение мужа, вы бы никогда и не заикнулись о том, что всего этого хотели. Понимаете, да, какая штука. То есть, вы себе запрещаете хотеть, вы себе запрещаете жить. Ну вот. Отмуйте, требуйте того же. Как мне привести свои нервы в порядок? Ну, психотерапия. Я уже извелась этими мыслями, где он был. Ну, понятно, тут ревность. Он так ничего не вспомнил, либо не говорит просто. Ну, не скажет, потому что доверие между вами уже, уже, нет. Когда он рядом вроде все хорошо, иллюзия защищенности, когда уходит на работу, я опять начинаю ненавидеть его за все эти поступки. Правильно. Потому что ваша жизнь зависит от него. То есть, это вот созависимое отношение. Я доверял ему всегда, сейчас кажется, что в каких-то моментах может еще он меня обманывал. Доверие это не про полагание на человека. Доверие это, скорее, про собственную, про доверие себе. А в данном случае вы полагаетесь на него. Отсюда и такая реакция. Когда была беременна, ушел, пытался пьяный вызвать девку. Потом, как мне сказал, одумался, пошел домой. Но, говорит, хотел поступить так. Потому что пощипал, что ему все можно. Почему другие вызывают, а он не может. Пьяному было море по коленям. Здесь мы видим нарушение отношений между вами. То есть, здесь мы видим отход от отношений мужчины и женщины. Отход от партнерства. В сторону, как раз таки, больше родительской позиции вашей страны. Ты должен. И так далее. Ну, и я не просто так спросил у вас о том, что значит ребенок для вашей пары. Помогите мне советам. Психологи советов не дают. Себе разобраться мы вам поможем. Я люблю свою семью. Хочу, чтобы все было хорошо. А что есть семья? Есть ощущение, что вы не видите личности своего мужа. Вот. Что все было хорошо. Что все. Как хорошо. Непонятно. В первую очередь. Хорошо для вас. Не для кого-то. То есть, понимаете, да? Личная ответственность. Ответственность. Я отходчивый, я не могу долго обижаться. Может быть, нужно было его проучить. Это пассивная агрессия. Вы подавляете в себе эту агрессию, что является как бы естественным при выстраивании личных границ. Но из-за того, что они у вас наручены. И как бы появляется желание кого-то проучить. Как мне убрать мысли об его измене. Была она или нет. Поработать с ума с ним. Как перестать прокручивать ход событий, где и когда. И как он мог быть. Контроль и тревожность. Тревожность это страх. Так, а значит, работа со страхом. Здесь нужно определить, что вы боитесь. И поработать уже именно с этим. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует...